Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Одной из забот огородников и садоводов является своевременное обеспечение растений азотом. Азотными удобрениями азот является элементом питания растений номер один. И растения его могут усваивать в совершенно различной форме. Они могут его усваивать в амидной форме, которую содержит мочевина. Они могут усваивать его в амидной только через листья, не через корни. Они могут его усваивать в виде аммония. Это как бы производная аммиака. Они его могут усваивать в виде нитритов и в виде нитратов. Одной из серьезнейших проблем сельского хозяйства, в том числе при выращивании растений даже на малых площадях, при усадебных хозяйстве, является очень быстрое вымывание азота из почвы. И в первую очередь легко вымывается нитратная форма азота. В весенний период, когда погода еще неустойчива, когда то холодно, то тепло, растения растут неравномерно. И усваивать азот они могут не так быстро, как бы нам хотелось. И именно по этой причине считается, что в весенний период происходит основная потеря азота из почвы, который был внесен либо в основную обработку почвы, либо в виде жидких каких-то подкормок. В большой науке даже какие-то методы специальные применяются по уничтожению или блокировке бактерий, которые подхватывают азотные удобрения, когда мы их вносим в почву, и превращают в самую подвижную форму в почве в нитратный азот. Аммонийный азот не вымывается, он остается в почве, а нитратный азот вообще в грунтовые воды сразу вымывается, попадает нам в колодцы, и мы с этими нитратами это все пьем. Что происходит в почве? Когда мы внесли навоз, когда мы внесли мочевину, когда мы внесли любое аммонийное удобрение, этот аммоний закрепляется в почве, но на него нападают почвенные бактерии и быстренько превращают его в нитрит, а потом в нитрат. Как только они это сделали, нитраты сразу же вымываются. Чем теплее температура, тем быстрее происходит этот процесс. Однако же, тем быстрее растения и усваивают азот. Поэтому летние подкормки, они такие, можно сказать, не опасны, а вот весенние подкормки, они очень затратны в этой связи. То есть эффективность этих подкормок может быть очень небольшой. Что же делать? Как нам повысить эффективность использования азотных удобрений, поменьше тратить денег, поменьше занетрачивать свои колодцы, портить себе здоровье и экологию вокруг? На самом деле решение лежит на поверхности. Когда вы вносите азотные удобрения, будь то в виде навоза, навозной жижи, помета, настоя помета, или растворов удобрений, или их сыпите в сухом виде, в обязательном порядке, вот в этот весенний период, используйте различные субстраты, содержащие целлюлозу. Это может быть прошлогоднее сено, это могут быть опилки, это может быть солома, это могут быть любые растительные остатки, безопасные для растений и освобожденные от инфекции. Вот когда вы поступаете именно таким образом, вот эти все целлюлозные субстраты, как губка впитывают в себя азотные удобрения, не позволяя почвенным бактериям разрушать аммоний до нитратов слишком быстро, и не позволяя мигрировать этим нитратам по почвенному раствору, более того, они начинают отдавать эти удобрения достаточно медленно в почву, тем самым обеспечивая гармоничное и правильное обеспечение растений азотом, не занитрачивая, не вызывая дисбаланса питания, не вызывая всех тех неприятных эффектов, о которых я только что сказал. Очень хорошей пропорцией является 2-3 столовые ложки, или мочевины, или аммиачный селитр, но видите, она уже одновременно содержит и аммоний, и нитрат. 2-3 столовые ложки этих удобрений на ведро опилок или адекватное количество любых других растительных субстратов. Если это все перемешать как следует, и потом внести примерно на 1 квадратный метр, и легонечко взрыхлить, то в этом случае вы можете быть уверены, что ваши растения в течение длительного времени будут обеспечены азотом, и этот азот не попадет к вам в колодцы, не попадет в питьевые воды. Более того, есть еще один очень хороший способ удержания азота в почве. И это заселение вот этих вот субстратов, целлюлозных субстратов грибом триходермой. Гриб триходерма будет также активно поглощать этот азот, не давая ему покинуть почву раньше времени. Растениям хватит, поверьте, в первое основное внесение, вот в этой дозе им более чем хватит этого азота. При этом гриб триходерма превратит эти удобрения в органическое вещество своего грибного тела, и потом постепенно и медленно будет отдавать вашим растениям, тогда, когда им это действительно нужно. Таким образом, совместное использование азотных удобрений, целлюлозных субстратов и гриба триходермы позволяет организовать очень гармоничное, безопасное для вашего здоровья и окружающей среды азотное кормление всех ваших растений. Будь то плодовые растения, будь то ягодные, будь то огородные растения, которые только-только вы посеяли, морковь, свекла, капуста, все-все-все, что у вас в огороде растет. Используйте этот простой легкий прием, и вы будете очень успешны в своем огороде, и вырастите здоровую, действительно качественную продукцию. Что ж, надеюсь, этот маленький лайфхак поможет вам в полной мере обеспечить правильное и гармоничное выращивание растений в своем огороде. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!